На этом уроке мы продолжим морфологический разбор словочистого аэта этой суры «Аламнадж'алил арда мигадан». Мы подробно поговорили о глаголе «надж'алил» в течение четырёх уроков. Что касается значения этого глагола и его переходности, то об этом мы и поговорили в части синтаксиса. Итак, следующее слово у нас это «Аль-Арда» – «Земля». Ардун по модели «Фаалин». Следует отметить, что несмотря на отсутствие внешних признаков женского рода, слово «Ардун» считается в женском роде, на что указывают такие явления, как постановка в женском роде, связанная с ним глагола, как, например, в словах Всевышнего «Ида зульзилатил арду зильзалага» – «Когда земля будет сотрясаться», «Будет сотрясена сотрясением её». Мы видим, что здесь форма глагола женского рода, на что указывает суккунированная буква «Та» на конце этого глагола, прощающего времени. Если бы слово «Ардун» не считалось в женском роде, то было бы сказано «зульзиля», а не «зульзилат». Также на женский род этого слова указывают и женский род местомения, которые возвращаются к этому слову, в словах «зильзалага». Так «ха» – это местомения единственного числа женского рода. Если бы не так, то было бы сказано «зильзалагу». То же самое мы видим и в аяте «Валь-Арду фарашнаха» – «Землю мы распростёрли её». Здесь сказано «фарашнаха», а не «фарашнаху», что тоже указывает на женский род слово «Аль-Арду». Также в другом месте сказано «тумбит-аль-Арду», а не «юмбит-аль-Арду». Также сказано «я-Арду-бля-и», «ма-аки», а не «ибля-а». Также в аяту «Ллахуму-ль-Арду-ль-Майтату», где мы видим «нат», то есть описание или определение слова «Ард» в женском роде. «Аль-Майтату», а не «Аль-Майтату». Также если бы мы привели это слово в уменьшительной, ласкательной форме «Исму Сагр», то мы сказали бы «урай-датун» с та морбута на конце, который является признаком женского рода на конце имени существительного. Как мы видим, если какое-либо имя считается в женском роде, мы видим, что подразумеваемое на его конце та женского рода должен проявиться. Например, «йедун», «юдай-ятун», «риджилун», «руджай-илятун» и так далее. Следующее слово это «мигадан» по модели «фиален». Как известно, слова по форме «фиален» могут быть иногда в значении «исмафоль», то есть имени поддейственного, причастия страдательного залога. Например, «иляган» в значении «малюхан», то есть «мабудан», тот, кому поклоняется, «бесатун» в значении «мабсутан», «ферачан» в значении «мафрушан», значит «мигадан» тоже в значении «исмафоль». Поэтому мы можем увидеть в тафсирах после слова «мигадан», как мафосеры пишут «аймумахадатан», то есть «выровненные», «распростертые». Следующее айт этого слова это «вальджбал аутада» и «горы колышками». Альвай это «харф», значит «не будет рассматриваться наука ассарф». Альджбал это множественное число по модели «фиален», которое образовано от формы единственного числа «джабален» по модели «фаален». Следующее слово это у нас «аутадан» по модели «афаален», которое является множественным числом для слова «уатадан» с фатха срединной буквы по модели «фаален» или «уатадан» по модели «фаален». Как известно, «уазн-афааль» форма модели «афааль» часто является множественным числом для «уазн» для формы «фаален». Например, «сабабун», «асбабун», «кадахун», «акдахун» и так далее. «Аллаху алим».